МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гладкая и ухоженная кожа, лишенная волосков, в тренде всегда. И добиться такого эффекта можно довольно разными способами. Один из них – лазерная эпиляция. Но прежде чем отправляться в салон, стоит все-таки выяснить ряд немаловажных моментов. Первое, на что стоит обратить свое внимание, это, безусловно, медицинское образование специалиста, который проводит процедуру. Лазерная эпиляция является медицинской услугой. И это значит, что проводить эту процедуру может только специалист, который имеет медицинское образование. Аппараты, на которых проводится процедура, относятся к четвертому классу опасности. И это тоже говорит о том, что должен проводить человек, который обладает определенными навыками и знаниями, собственно. Второе, на что стоит обратить свое внимание, это, безусловно, аппарат. Аппаратов сейчас огромное количество. И правильно выбрать тот аппарат, который имеет регистрационное удостоверение. Ну и третье – это наличие медицинской лицензии, поскольку лазерная эпиляция – это медицинская услуга. И, соответственно, проводить эту процедуру необходимо в процедурном кабинете, который соответствует всем нормам. Лазерная эпиляция за последние годы стала довольно привычной бьюти-процедурой. Но по каким-то причинам именно вокруг нее образовалось множество домыслов и слухов, мол, лазерная эпиляция облучает и может вызывать онкологию, бесплодие или другие гинекологические заболевания. Лазер – это четко направленный луч света, сфокусированный луч света. И аппараты, которые выпускаются для применения в медицине, они очень четко регламентированы по глубине проникновения. Есть лазер, который шлифует кожу, есть лазер, который чуть глубже проникает для того, чтобы разрушить вот эту луковичку, волосинки. А есть лазеры, которые режут. Так вот, бояться этого не надо. Самое-то главное еще что? То есть лазерный луч – это не облучение. Облучение дает нам радиоактивные элементы. А лазерный луч – это просто свет. Свет, но очень тонкий, целенаправленный. И он не может облучать, он просто разрушает на определенной губине ткани. В этом его безопасность для всего организма. Противопоказания, конечно, есть. Каковы? Это состояние кожи. В первую очередь, то есть прежде чем пациент идет на лазерную эпиляцию, его должен посмотреть специалист. Это врач, косметолог, который четко понимает, что если на коже есть какие-то образования, которые очень подозрительные на предраковые заболевания, то есть на онкологию, вот это является все равно в любом случае противопоказанием для любой косметической процедуры. Для любой, в том числе и для лазера. Эпиляция – это настолько минимальная процедура на поверхности кожи, что вызвать какие-то внутренние заболевания органов малого таза – это нереально, невозможно, и бояться этого не надо. И поэтому говорить о том, что гинекологические заболевания появляются за счет многократного воздействия лазерной эпиляции – это абсолютно неправда. Поэтому предварительный разговор со специалистом – это непраздное любопытство в отношении вашего здоровья, а сбор фактов, которые помогут врачу вынести вердикт – проводить процедуру или все-таки нет. Ни один лазерный аппарат не уберет рыжий волос, светлый и седой. Определяем фототип кожи. Далее уже непосредственно перед процедурой смотрим на цвет и на структуру волоса. И также выясняем, есть ли у пациента какие-то аллергические реакции, и есть ли какие-то заболевания, ну и также принимает ли пациент какие-то препараты. Чем темнее волос, тем лучше. Так как мишенью для лазера является темный пигмент меланин, соответственно, для черноволосых и для темно-русых девушек мы выбираем лазерную эпиляцию. Если, например, волос светлый, то, соответственно, электроэпиляция подходит. Ну а те девушки, у которых какие-то существуют противопоказания, соответственно, мы предлагаем провести процедуру восковой депиляции. Кстати, лазерная эпиляция все же требует предварительной подготовки, и об этом также стоит знать заранее. Перед началом процедуры обязательно нужно за две недели до процедуры исключить загар. Загар и на солнышке, и в солярии. А также за сутки до процедуры обязательно зону нужно подготовить, то есть подбрить бритвой, крем для депиляции, либо триммером. Лазерная эпиляция – процедура довольно комфортная. Достаточно сказать, что проводится она без использования какой-либо анестезии. Клиент чувствует лишь тепло, но в самом крайнем случае легкое покалывание или пощипывание, и не более. За одну вспышку воздействие лазера идет сразу на группу волосков. За счет этого уменьшается длительность процедуры. По завершении специалист обрабатывает зону воздействия и дает важные рекомендации по уходу. После процедуры также на две недели мы исключаем загар на солнышке или в солярии. Если вы планируете отдых в жарких странах, то, конечно, нужно будет пользоваться СПФ-защитой. СПФ не менее 50, каждые 3-4 часа необходимо СПФ обновлять. Также на 3-5 дней исключаем бани, сауны, бассейны, горячие ванны, массаж в зоне процедуры. И желательно носить белье из натуральных тканей свободного кроя. Быстро, комфортно, в уютной атмосфере, под присмотром квалифицированных сотрудников, но только в том случае, если вы тщательно выбирали студию, медицинский центр или салон красоты, в котором вам проведут лазерную эпиляцию. Мужчины активно начали пользоваться услугами лазерной эпиляции. Вот я, например, от своего детства помню, как мой папа все время просил мне сбрить шею. То есть это решает, как раз лазерная эпиляция позволяет решить эту проблему. Нет необходимости подбривать контур бороды, шея, на шее спереди, подмышечные впадины. Все мы сейчас живем в 21 веке и активно пользуемся бьютия услугами. Мужчины не исключение. И все же именно для представительниц прекрасной половины человечества уход за собой, своим телом – вопрос принципиальный. А потому он требует тщательной проработки. Только так и никак иначе можно добиться отличного результата, который порадует не только вас, его заметят и другие. А ведь это и есть то, что нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова